Я запускаю сейчас тогда наш микрофон и начнем. Ну что ж, я рад вас поздравить с тем, что это у нас сегодня последнее в этом году вебинар последний. И пройден достаточно успешный и напряженный год. И что хотелось бы сегодня сказать. Я полагаю так, что сегодня мне помогает опять Алексей Дьяков. Спасибо ему. И он показал вам видео. Мне почему-то эти видео тоже не удается никак запустить. Но вот видите, все время в поездках некогда разобраться с компьютером дома. Но обещаю, что постараюсь в новом году исправить эти ошибки. И на видео очень хорошо было видно. Я начну с того, я считаю, что это один из таких достаточно знаковых. Одно из достаточно знаковых, хотя может быть такое, но сравнительно другими достижениями может быть незаметное. Незаметный результат, в котором приехал из Москвы Кирилл Бадулин. Смотрите, что здесь очень важно. Важно то, что мы получили очень хороший знак, что 260 километров кольцевая надземка рассматривается и будет рассматриваться по ключе именно в контексте или на базе технологии сковей. Когда раньше шла речь только об одной радиальной линии, то теперь уже мы говорим об всей окружной или всей кольцевой надземке. И это значит, что все остальное тоже будет решаться в этом же ключе. Да, впереди еще непростые процессы, еще много различных там согласований, подписаний. Но процесс идет, дорогие друзья. Все началось, скажем так, последний этап или вот перед этим все началось с февраля месяца, как вы помните, когда Анатолий Гардиев 7 часов защищал эту технологию, отстаивал ее, право быть признанной на экспертном совете Минтранса России. Это очень непростое было. Дальше пошли другие события. Был эко-технопарк, был эко-фест весной, вернее в конце апреля, потом было лето. Шла подготовка к инотрансу, на инотрансе, на многих выставках выступили, под закат или на заключение этого года Анатолий Гардиевич очень успешно съездил в Индию. Я не буду повторяться, вы все слышали, видели, видели фотографии, видели, значит, мне удалось как раз встретиться позавчера, позавчера встретиться в Минске с Юницким, с его командой. Вот там были определенные вопросы, которые мы разбирали. Это будет одна тоже из таких, ну как бы новостей сегодня вам, об этом тоже немножко поговорим. И вопрос в том, что процесс очень мощный идет. И знаком является то, что, скажем, многие чиновники начали понимать, что есть возможность именно прийти вот к такому как бы, к новому транспорту. Потому что все, как они говорят, в горло уже, в горло встало, проблемы, которые с транспортом в городах стоят перед людьми. Вот, значит, что я еще хотел бы вам сказать. Смотрите, значит, ну давайте тогда по очереди. Значит, дело в том, что, вы знаете, тут до сих пор мы смотрели о том, говорили о том, начали говорить о том, что, да, нужно тут вроде бы как-то единяться, значит, сообщество создавать. Да, у нас сейчас есть сообщество акционеров, инвесторов, которые мы есть. Вот, придем и шаг за шагом будем как бы продвигаться к тому, надо очень основательно подготовиться. Анатолий Леонидович достаточно критично относится к этой идее, да, вот, и в принципе нельзя ничего скоропалительно делать, надо просто как следует подготовиться, проработать и именно не отвлекать силы и энергию на какие-то сейчас побочные другие действия. Сейчас все, весь вектор направлен, в 2017 году направлен будет на реализацию задач, связанных с эко-технопарком. И поэтому это сейчас примарно, и все, что служит этому, будет приветствоваться и будет как бы поддерживаться, и будем это делать. Значит, в рамках этого я бы еще сказал следующее, что о чем еще было в Минске сказано, то, что головная компания и автор этой технологии, генеральный конструктор, он же думает и над тем, чтобы действительно в ближайшее время, но это опять, дорогие друзья, после того, когда эко-технопарк будет полностью сдан в эксплуатацию. Это создание исследовательского центра транспорта нового поколения. Это очень сильно зависит от того, значит, какой, кто из крупных инвесторов войдет в эту технологию. И я вас уверяю, что, скажем так, большинство или большая часть именно средств, которые поступят от инвестиций, крупного инвестора, они как раз пойдут на создание вот такого, ну, как бы всемирного центра распространения этой технологии. Потому что одного эко-технопарка, который мы сейчас создаем, будет недоставать. Надо подключать международные силы разработчиков, дополнительных разработчиков. И эта технология требует скорейшего введения новейших решений. Ни для кого не секрет, что то, что сейчас сертифицируется, это, скажем, не позавчерашний день, но это уже, это еще не будущий день. Да, сама технология, она будущая, но целый ряд решений взят самый простой, самый элементарный для того, чтобы не ввязнуть опять еще в дополнительные какие-то сертификации. Поэтому впереди еще большая работа. И в связи с этим вот как раз и хотелось бы вам вас проинформировать, чтобы мы правильно это дело все понимали. Причем мы еще должны помнить и то, дорогие друзья, я сейчас немножко перейду такой, как бы, в ключ. Это предновогодний ключ, понимаете, но год-то, год завершается, мы вот-вот-вот уже одной ногой с таким предновогодним праздником, который начнется послезавтра. Наступление Нового Года это время перезагрузки. Что тут греха таить? Ведь не случайно кто-то взял и придумал, что давайте сделаем Новый Год, сделаем переход с одного года в другой год. Это нам, людям, просто это нужно. Это нужно для того, чтобы происходили определенные так называемые этапы, какие-то определенные участки, какие-то разбивка времени. Хотя время, как вчера, позавчера, тысячу лет позавчера и тысячу лет послезавтра будет каждый день, каждому будет дано 24 часа. Может быть, в будущем чуть-чуть больше, потому что Вселенная несколько, ну, как бы, изменяется и растягивается. И поэтому есть предположение, что через тысячу лет чуть больше будет времени. Представляете, как здорово будет, если на минуту будет времени больше через тысячу лет. То есть 24 часа и одна минута, условно говоря. Вот. Но, тем не менее, это праздник, дает ощущение завершения одного отрезка пути и начало следующего, что мы и ждем с вами. 2017-й грядет. Подумать только, как бы мы жили, не будь этой точки отсчета. Вот давайте, задумайтесь, друзья, над этим. Представьте себе бесконечное, тянущееся время. Не структурированное, не разложенное на какие-то этапы, не разложенное на 15 этапов, о которых мы с вами постоянно говорим. Ведь это же тоже не просто так. Вот. То есть, одним словом, все это дает нам новый шанс и укрепляет надежды на благоприятные перемены. А они действительно благоприятны. Этот год был, ну, самым таким наилучшим отображением того, что происходит. Я сегодня с утра так подумал, что, а что было в конце 2014 года? Только представление того, что какой-то процесс идет, идет третий или четвертый этап, значит, освоения технологии, все еще в бумагах, только что выгнали из Шауляя и так далее. Вы представьте, друзья, это был конец 2014 года. Но это все прошло, и мы сделали очень большой труд все вместе. И поэтому, когда, значит, мы говорили с Анатолием Эдуардовичем позавчера, он неоднократно повторял, что поймите и осознайте то, что не какие-то крупные инвесторы поднимают тайвей. И, скорее всего, даже сейчас уже и нет такой жесткой необходимости привлечения именно строительства экотехнопарка, большого инвестора. Их надо привлекать уже на этап развития, как я сказал, и на этапы строительства. А экотехнопарк, по всей вероятности, мы сами и достроим, друзья. Только вопрос в том, как мы это дело организуем, как пойдет инвестиция и так далее. И, вероятно, у нас все-таки есть возможность планировать свои инвестиции. Хотя этапы пойдут так, как и положено по плану. Поэтому одним из пунктов сегодняшней нашей встречи будет и ваше ознакомление. Вы первый, кто из широкой общественности Skyway услышит, кроме вот нас, кто мы в управление входим, услышите о системе или о приложении Upline, которое будет введено, или которое будет у нас находиться, или, вернее, это правильно сказать так, это приложение, которое можно будет использовать при желании в личном кабинете дополнительно, для того, чтобы вести целенаправленную работу по привлечению и работе со своей структурой. Но об этом несколько позже. Поэтому, дорогие друзья, значит, важно заметить и то, что вот как бы вот в рамках Нового года, хочется всегда сказать то, что как бы с 31 декабря прозвучат куранты. И в этом году, 31 декабря 2016 года прозвучат куранты, произойдет чудо, и мы окажемся совершенно в новой реальности, в новом 2017 году. Теперь кое-что от астрологов. Вот моя супруга, значит, и мой, как бы, человек, с которым я иду по жизни, она, значит, сделала такую маленькую, маленькое, как бы, резюме, которое я еще, короче, вам, как бы, хочу сейчас довести. Это просто очень важно, на мой взгляд, ну, как бы, прислушаться к этому, по крайней мере. По крайней мере, знать, что об этом говорят астрологи. Астрологи считают, что мы вступаем в новый этап нашей жизни. И это так. Почему новый этап? Вы смотрите, 2017 год, мы его очень ждали. Это год, когда будет сдана в эксплуатацию Экотехнопарк, пошла сертификация, и она будет завершена во всей своей большей части в 2017 году, всей технологии Скайвей. То есть это произойдет, пойдет еще, как бы, важная точка отсчета, накопление и увеличение, как бы, капитализация этой технологии, которая была оценена, как, ну, как интеллектуальная собственность в свое время, 400 миллиардов. Когда мы беседовали с Юницким, значит, он сказал, Владимир Маркович, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько сейчас Скайвей стоит? Я говорю, ну, мне как-то трудно, я не подбивал на счетах этого счета. А он сказал, абсолютно гениально и просто. А говорит, а вы посчитайте, какой сейчас у нас средний, значит, или, вернее, самый низкий дисконт? Я так говорю, ну, я так думаю, где-то 100. Он говорит, правильно, где-то 100-200 между 100 и двумя стами. Все зависит от того, как у нас, каковы суммы. Ну, давайте, говорит, возьмем 200. Это значит, что сейчас уже у нас капитализация на 2 миллиарда долларов. 400 миллиардов, посмотрите, да? И на 200 мы получаем 2 миллиарда долларов. То есть уже технология тянет на 2 миллиарда долларов. Расчетно, правда, пока. Никто пока еще четко не предлагает 2 миллиардов, но торговаться уже можно. И вот если бы завтра кто-то вошел, а я уверен, что войдут, об этом говорит хотя бы поездка Юницкого в Индию. Там очень четко стали сейчас глухо рассчитать деньги. Вот, и вполне возможно. Вполне возможно, я сейчас посмотрел, что здесь у нас творится в чате. Смотрю, что сильных вопросов пока нет. Поэтому обратно к астрологам. В русском фольклоре, говорят астрологи, петух – это героическая личность, которая берет на себя ответственность принимать решения, приходить на помощь слабым курочкам и петушкам и смело говорить правду. Это так, это для того, чтобы вы знали, каково лицо следующего, наступающего года. Он не совсем с 1 января начинается, но для кого как. Для кого 28 там и так далее, января. Вот. Это воплощение истины, петух, которое открывается благодаря вовремя сказанному слову и вовремя свершенному действию, дорогие друзья. Мало говорить, надо еще действовать, надо осуществлять действия, которые направляют к тому, куда смотрит взор петуха. Вот. В 2017 году мы, мы все с вами, получим результат тех действий, которые были совершены в год хитрой обезьянки или обезьяны. То есть в 2016 году. В год петуха откроется все, что было скрыто раньше. Это очень много. И хорошего, и плохого, дорогие друзья. Нас ждут совершенно невероятные разоблачения и сногсшибательные открытия. И к этому тоже надо быть готовыми. Как сногсшибательные открытия, так и разоблачение тех козней, которые постоянно где-то строились, строятся, значит, и так далее. Это очищение в конечном итоге. Это очень положительно. Это время ярких, харизматических личностей. Мы видим перед собой такую личность. Это Анатолий Эдуардович Юнистский. Это предводитель этой технологии, если так можно сказать. Вот. И появятся еще и другие, которые благодаря одному человеку все не вытянуть. Понимаете? И сейчас появляются и другие люди, которые к этому как бы стремятся, которые готовы поддержать, готовы вступить в этот процесс, потому что все больше и больше доверяют ему. И они поведут за собой и будут создавать различные новые политические и культурные движения. И это так. Повезет тем, кто умеет выступать, убеждать, показывать себя, а не отсиживаться где-то. Кто обладает яркостью и неординарностью и может привнести что-то новое. Это время творческих людей, актеров, политиков, телевизионных комментаторов. Одним словом. И простых людей, которые стремятся быть более продвинутыми, быть более понятыми, не сидят сложа руки у телевизора и на диване. Все возможности петух нам дает. Способность влиять на публику, а публика это один человек плюс один человек. Это уже публика. Давайте, друзья, пользуйтесь этим. И мы об этом сегодня еще немножко поговорим с вами. Далее. Значит, 2017 год это год лидера с большой буквы. Это всем лидерам, кто по структуре уже лидеры. Абсолютный как бы аванс дается. Пользуйтесь тем, что привносит энергии этого года. И что еще очень важно сегодня отметить. Вот я, это уже как бы опять мой вывод, ну поделюсь тем, что есть. Значит, ровно 100 лет назад, в 1917 году в России произошла революция, мировая история пошла по новому пути. Да, действительно она пошла. Все очень сильно стало изменяться. Ну, требовала ситуация всего этого. Не будем сейчас в анализ сдаваться. Мы просто сейчас посмотрим на слушай. В 2017 году нас, слава богу, ждет, не ждет столь радикальные события по всей вероятности. Но определенный отзыв к революционному настрою борьбы и противостоянию обязательно даст о себе знать, дорогие друзья. И в первую очередь, смотрите, это вполне может быть так называемая транспортная революция. И это абсолютно, я думаю, что я недалек от этой истины. Потому что действительно уже дальше, друзья, некуда. Ведь как ни печально, событие, которое произошло вот с разбившимся самолетом, там было четко сказано, что только в России больше 20 тысяч уже в этом году погибло людей в транспортных катастрофах. И это еще не все катастрофы посчитаны, и не вся статистика собрана, дорогие друзья. Понимаете? И это очень печально. То есть и революция это в полном смысле. Ведь смотрите, что мы порой даже сами уже не доосознаем, то какова является или какой именно новый, новое слово, новые возможности привносит технология SkyWay. Это просто вот мы сидели с чиновниками одной мэрии, одного прибалтийского города. К сожалению, я не буду говорить, или к счастью, чтобы мало ли что где-то не распространялось. Люди абсолютно поняли и, скажем, даже лучше меня рассказали о том, что может дать эта технология этому большому городу. Когда я показал, вы все видели, видеоролик, он чуть больше минуты, по-моему, где Unibike на испытательной трассе первый раз был запущен и проехался. Они сказали, все, это реально, это можно руками потрогать, это есть. И нам уже пора работать с этой, как бы, с визуализацией этой технологии на наших улицах, на решение наших проблем. Они говорят выше крыши. И это была очень сильная поддержка вот тому, чем мы с вами, друзья, занимаемся. Я абсолютно уверен, что, несмотря ни на что, если уже чиновники на уровне отдела и главных архитекторов это понимают, то это уже процесс пошел. 2017 год нам привнесет очень много приятных и полезных, как бы, переживаний, которые произойдутся в связи с этой технологией. Так что в этом плане все, как говорится, идет в правильном направлении. Итак, дорогие друзья, значит, немножко отойдем сейчас от того, что дал нам год, что нас ждет. Я хочу абсолютно спуститься обратно к тому, а что нам еще нужно, чтобы идти дальше, чтобы, чтобы, как бы, достигать лучших результатов. Я полагаю, что не все те, кто вы сегодня по ту сторону экрана от меня, являетесь сетевиками там или же MLM занимаетесь. В хорошем смысле этого слова. Но, тем не менее, прошу вас сейчас вот проследите за видеорядом, который я до вас доведу. Система приложения, которая сейчас разрабатывается, мы ее разрабатываем вместе с компанией, так и называется, Upline Systems. Молодые ребята, они уже не одну систему толковую разработали. Они сами инвесторы Skyway, поэтому они знают, что они делают. Они очень, как бы, верят в эту систему. Сегодня я с ними днем встречался. Они, это эстонская компания одна. Вот, сегодня с ними встречался здесь. И они еще раз просили, я сказал, что я готовлюсь к вебинару. Сегодня вечером они просили передать всем инвесторам большой новогодний привет и наилучшие пожелания, потому что они тоже верят в то, что мы делаем. И они говорят, что мы чем можем, тем поможем. И вот, итак, Upline и как нам выстраивать маркетинг. И что вообще у нас есть. И от этого многое зависит, дорогие друзья. Смотрите. Значит, какова вообще на мировом рынке обстановка? Мы верим, что рекомендательный маркетинг, мы видим вообще-то, что один из самых быстрых и простых способов достичь финансовой свободы. Но не все это как бы осознают, это теоретически вроде бы принимают. Вот многоуровневой или multilevel marketing, вот он, а стоп, вам не видно, что я вам показываю. Это тут машу своей маской. Вот многоуровневой маркетинг, домик, да, он дает сегодня годового оборота 200 миллиардов евро. Помните, я вам говорил, какой наш годовой оборот мог бы быть, или, вернее, есть у нас уже, это год или вообще так называемый оборот SkyWay, 265 миллиардов долларов, да, это почти есть только же. Но это не значит, что у нас многоуровневый маркетинг будет. То есть это говорит о том, что это достаточно мощный рынок, где многоуровневый маркетинг работает и какие он обороты в мире дает. Вот. Он собирает более 100 миллионов партнеров, которые работают в этом направлении, да, и прибывает все время новых, плюсуется, приплюсовывается к этому по одному миллиону в месяц. Это каждый год по 12 миллионов добавляется. Кто-то скажет, что, ну, а сколько там с другой стороны убывается? Да, это такая как бы машина, мясорубка, через которую проходят люди, но, тем не менее, это мощный процесс, дорогие друзья, и нельзя его не учитывать. Поэтому это мощный ресурс. С другой стороны, о чем я вам говорил ранее. Проблема. В чем проблема? Проблема в том, что 95% партнеров не достигает ожидаемого успеха. Потолкались, походили, не все сделали, что-то не произошло, думали, что вошел, сразу деньги будут, и так далее, и так далее. Клиент не понимает многого, да, что почему так, почему отсюда выпадает. И какие основные узкие места во всем этом? Это презентация проекта недостаточная, несостоятельная, не хватает ресурса, не хватает материалов, каждый что-то придумывает на своей коленке, и так далее, и так далее. То есть презентация проекта слабая. Общение с клиентом и помощь в принятии решений. Ну, вроде бы рассказал и думаешь, ну все, теперь дело пошло, человек умный, вроде бы все сложится. Нет, дорогие друзья, это не все так просто, нужна последовательная работа. И это проблема, потому что не хватает инструментария, не хватает материалов, что-то где-то затерялось, не знаешь, откуда взять, буклеты все раздал, буклетов не хватает, и так далее, и так далее. Управление клиентской базой. Кого-то записал, кого-то не записал, у кого-то где-то на клочке бумаги, где-то в блокноте, где-то в календаре. Не сработало, не срабатывает. Очень много времени требует, большие потери времени. А обычно это делается от какого-то другого вида деятельности, когда начинают пробовать себя вот здесь вот, понимаете? И далее, это проблема, создание управления и обучения команды. Казалось бы, что вот вроде бы взял одного, второго, третьего. Во-первых, нет знаний и навыков, как создавать команды. Это очень непростой процесс, даже если просто семью создать не так просто, а другое дело еще создать команду. Вот, поэтому это проблема, дорогие друзья. Опять не хватает инструментария, не хватает навыков и так далее. И сложность, потому что, ну нет, ты же не занимаешься этим каждый день. И самостоятельный рост команды или дубликация. То есть создание так, чтобы далее человеку не надо было его учить, не надо было вводить, вот сделай это, сделай то. Он посмотрел на тебя, как ты это сделал, он посмотрел, каким материалом ты пользуешься, ты ему это показал, и он сам тупо или не тупо этим начинает пользоваться, и это начинает работать. То есть не надо дополнительной энергии. Все начинает сработать. Вот, и теперь возникает почему. Основные два почему. Большие затраты во времени, как я уже говорил, и страхи. Этот не поймет, а получится ли у меня, а правильно ли мне делом я занимаюсь, а так ли это или не так, что-то где-то сам не разобрался, что-то где-то не сделал, сосед сказал, что это полная ерунда, страхи. То есть, поэтому вот эта проблема и так работает, как она здесь показана. Далее. Результат. Репутация МЛМ. Что? Репутация МЛМ, дорогие друзья, страдает от этого. Говорят, что МЛМ плохая вещь. МЛМ это пирамида, хотя это не так. МЛМ это механизм. И говорят, что этот механизм не работает. Партнеры бросают бизнес, лишают себя и близких возможностей, становятся негативными в отношении многоуровневого маркетинга. И вот отсюда все идет. Клиент не понимает предложение, что же от него хотят. И таким образом мы видим, каков результат. Далее. Теперь, значит, появилось, что мы здесь можем подвести или какое резюме мы можем здесь сделать, дорогие друзья. Дело в том, что поэтому появилась необходимость, она есть, эта необходимость, это осознаем мы в Капитале, что на рынке есть необходимость в простой, удобной, эффективной системе, которая помогла бы нам, то, ну, фактически мы, все, кто занимается сетью, это очень эффективный вид деятельности, если им правильно заниматься, достигать успеха вне зависимости от нашего опыта и навыков. И поэтому нужна, в первую очередь, один, это простая, удобная, эффективная система, которая бы нам помогала именно, как бы, избегать или не ходить по этим вот проблемам и по этим негативным результатам. То есть, не быть негативными. Смотрим дальше. Значит, онлайн-тренд, каков он сегодня? Еще раз смотрите. Значит, сегодня, значит, в сети онлайн более трех миллиардов людей доступны в сети. Три миллиарда рынок, дорогие друзья. Одно-второе времени бодрствование все проводят с гаджетами. Поэтому интернет стал, как сибиряков, не устает говорить, стал самым быстрым и удобным способом передачи информации. Но это пока только с информацией. Мы занимаемся с вами транспортом. Но для того, чтобы прийти в новый этап транспортного развития, нам надо использовать вот эти возможности, дорогие друзья. То есть, на сегодняшний день в интернете перебрались, в интернет перебрались все возможные товары и услуги. Это удешевляет, как бы, товар, в первую очередь, упрощает доступность этого товара. Например, вы смотрите, как это просто сейчас все происходит. Я сегодня в интернете набрал товар, который я знаю, кликнул, оплатил, поставил, значит, электронный ящик раздатчик, адрес ближайший к моему дому какого-то маркета, супермаркета, где стоит такой, как бы, здоровая стенка, на которой с верцами стенка и там есть пульт, где можно набирать шифр. Все. Мне пришло смс-ка через сутки, через двое пришла смс-ка. Придите, ваш код такой, какой-то, заберите ваш товар, ваш пакет из этого ящика. Идешь, набираешь, кликаешь, нажимаешь на окей, видишь, какая дверь открылась, она твоя, забираешь свой пакет и уехал. То есть, это, смотрите, насколько дешевляется или укорачивается цепочка от поставщика или производителя до потребителя. То есть, много звеньев убирается. Вот. Это, в целом, о маркетинге. Идем дальше. Смотрите. И, вообще-то, важно то, что с помощью современных средств и решений можно упростить работу. То, о чем вначале я вам говорил, что нам кажется это сложно. Снизить страхи, а страхи было одной из проблем. Повысить доходы. Когда снижает страхи? Что снижает страхи? Не уверен. В первую очередь, да, уверен в конечном итоге. Вначале снижает страхи знание, понимание вопроса, осознание и правильность построения. Уверенность в том процессе, в который ты входишь, в котором ты действуешь. поддержанность ресурсам, различным ресурсам. Страх, он сам по себе уходит. То есть, ты начинаешь доверять велосипеду, машине, то, на чем ты передвигаешься, то, чем ты занимаешься. Только тогда начинаешь делать, когда ты получаешь уже определенные навыки. Повысить доходы вполне возможно, если заниматься или когда заниматься всем системным. Улучшить репутацию MLM, но это не наша основная задача, хотя в конечном итоге тоже, для себя хотя бы. и улучшить качество передаваемой информации. Качество. Ибо вы не представляете, какие вопросы мне не задают и в личном чате, и в общих чатах. Это просто уму непостижимо. Это равносильно тому, что люди ничего не слышали, ничего не видели, просто кинули куда-то деньги и потом начинают разбираться, домысливать, а что же это такое? А куда же они вошли? А когда же будет благоденствие? А когда же будут дивиденды? И когда спрашиваешь, откуда вы ждете дивиденды? Они ждут дивиденды из капитала. Вы представляете, из капитала ждут дивиденды. Причем тут капитал, я спрашиваю. Ну как же так? Мы же ему деньги отдали. Понимаете, да? До чего дело доходит? Это улучшение качества передаваемой информации. В первую очередь узнай сам, передай другому, чтобы он точно так же пользовался. Нам для этого нужна система. Смотрим дальше. Аплайн. Что она нам дает? Смотрите, значит, в первую, это абсолютно такое поверхностное сейчас ознакомление. Вот, будут серии вебинаров, где мы будем разбираться, как этим делом пользуются. Она очень простая, дорогие друзья. Здесь наглядность, видите? Я надеюсь, что вам видно, я немножко увеличу только. Так, видно сейчас лучше, да? Стоп. Так, видно. Видите, да? Значит, там есть, значит, главная страница, центр контакта, это как бы приложение, которое можно будет приобрести при желании, автостроитель бизнеса, центр ответов, вопросов и ответов, там есть возможность перезагружки, кошелек, вот, и пояснение, что такое вообще Аплайн. И теперь, значит, здесь идет ведение партнера от самого отслеживанного или как бы от регистрации, вернее, от первого ознакомления, дальше идет, значит, возможность его ведения до как бы принятия решения, принятия решения о регистрации, далее подается, обслуживается подача всей информации, она вся здесь есть, не надо нигде копаться, никуда не надо рыться, не надо ничего где-то искать, все подготовлено в правильном формате, есть возможность разобраться, какой пакет лучше и выгоднее, есть расчеты, есть так называемая как бы страничка или, ну, возможность сделать свой план инвестиционный, выстроить и посмотреть, что он может дать и так далее, и так далее, то есть не надо ничего домысливать, это очень просто самому пользоваться, следить за тем, что у тебя партнеры делают, кто воспользовался, кто что прочитал, сразу все видно, сразу появляется знак, что тому-то надо отослать письмо, уже есть содержание этого письма, что ему надо отослать, какой материал, какую ссылку, где он это увидит, и так далее, и так далее, то есть эта система вся полностью дает возможность регулировать и управлять процессом, и самое главное, именно выдавать те материалы, которые на конкретный данный момент необходимы для человека, который находится на определенной стадии вхождения в регистрацию сначала, затем после регистрации в инвестицию, то есть до регистрации и с регистрации до инвестиции, вот основная задача сократить этот путь и уменьшить так называемые как бы пустые траты времени, понимаете, вот что дает эта система. Так, дальше, что у нас тут еще есть? Работая система поддержки оплайн, в итоге вы, вот видите, я уже даже не знал, что здесь написано, смотрите, обеспечите эффективное развитие своей команды, факт, потому что вы команду все видите, вы видите по своей структуре ниже стоящие или ваши все линии, которые в вашей структуре находятся, вот, и они сами могут пользоваться тем же самым материалом. Сохраняется качество передаваемой информации, ничего не домысливать, есть четкие инструкции, возьми отсюда, положи туда, или вот этот материал подается, он будет обновляться там постоянно, то есть команда поддержки этой системы, она будет постоянно обновлять материал, то есть содержать его, и не надо самим где-то что-то рыскать, куда-то искать, хотя это тоже полезно смотреть, что происходит вообще на сайте и в других местах, это тоже естественно, но это уже дополнительно. Вот эта система оплайн, она будет содержать весь необходимый материал, который необходим для управления вот своей MLM структурой и построение, что самое главное. И если кто-то даже не будет и не сильно заинтересован в построении MLM структуры, даже просто содержание вот такого пакета приложения, оно полезно для того, чтобы всегда можно любому человеку, кому ты рассказываешь, а наша задача одна, мы же не просто входим сюда для того, чтобы самим разбогатеть, условно говоря, хотя и это за нами сиготеет, да, а еще и передать другим, близким, ближним людям дать тоже возможность такую же, ведь они же потом придут и скажут, Володя, ты чего это зажал? Сам, как это самое крысеныш, где-то в углу сидел, пыхтел, занимался этим делом, она мне рассказала, поэтому я всегда всем рассказываю, но, пардон, мне тоже, надо мной тоже, именно мне тоже не хватает порой того, что, ну нет порядка в системе, я его себя пока, к сожалению, не создал, а имея такую систему, как оффлайн, намного проще, открыл это приложение, все дал, тут есть возможность тут же наимел отослать кому надо, все, и ты видишь, воспользовался человек этим или не воспользовался, не воспользовался, ты его туркнул, сказал, слушай, моя совесть чистая тебя тослал, не посмотрел, ну что ж, твои проблемы, сохраняется качество передаваемой информации, да, потому что материал отработанный, он постоянно обновляется и так далее, и так далее, развиваете бизнес на международном уровне, потому что здесь на разных языках это все есть, уже есть на трех языках, английский, русский, и поскольку это разрабатывается, часть разработчиков на эстонском языке разрабатывает, то они решили уже и создать версию на эстонском языке, так, а перевести там дальше уже на все языки дружбы народа, на любые абсолютно дело времени и денег, вот, значит, упрощайте процесс работы, освобождайте время на более важное, все правильно, абсолютно, сюда можно еще добавить целый ряд вещей, аргументов, о которых я вам уже говорил, факт, то, что есть хороший инструмент, далее, ага, значит, с января месяц, точно сейчас не могу вам сказать, доступен будет в полном объеме оплайн февраля месяца 2017 года, но так называемое, значит, предпусковое, как бы, освоение или предпусковое покупка будет где-то в начале января начнется, будет возможность недельной апробации абсолютно бесплатной, вот, ознакомление, и будут различные пакеты, которые будут предлагаться, вот, и таким образом, дорогие друзья, я вас поздравляю, на выходе или на окончании года мы с вами имеем возможность и видим перспективу, что в начале грядущего года, для того, чтобы мы выполняли свои задачи, чтобы самая главная задача, дорогие друзья, это экотехнопарк, его сдача в эксплуатацию и сертификация технологии, и вот это один из инструментов, который поможет нам с одной стороны до себе, то есть упростить свою или как бы более эффективно сделать свою работу, свою деятельность, вот, взять на вооружение и это опять-таки для предпринимателей и инвесторов одно из мощных средств, вот, а с другой стороны мы с вами трудимся более эффективно во благо всего скайвей, и это греет, это греет, друзья, вот, и поэтому таким образом я сегодня заканчиваю ознакомление с Аплайн, новым ресурсом, который мы с вами получаем возможность, сейчас я готов немножко ответить на ваши вопросы и тогда я попрошу Алексея Дьякова, значит, на самое завершение одну интересную, ну, неинтересную, скажем так, как бы на закуску что-то вам показать. Есть у них сайт, дорогие друзья, вот, его можно будет посмотреть, когда пойдет, пойдет обучение, у нас будет обучение будет и на, как бы, ознакомление больше, тут обучать особо нечего, будет обучение и на лидерском, как бы, чате лидеров регионов, на, вот, на этом вебинаре мы будем какое-то время вести обучение, вот, пока готовится первый модуль обучения инициации адресных проектов, он все еще готовится, вот, и таким образом можно будет так, а на мой вопрос важный жить, так, Акетерян, Армен, какой, где ваш вопрос был, Армен, сейчас посмотрю, не вижу вашего вопроса, здесь важного вопроса, очень важный, дайте его еще раз напишите, сдублируйте, напишите, ага, есть, так, сейчас почитаем, собирался оплатить, предложили самому просто пожертвоваться на неизвестный кошелет и без комментариев, сказали, что счет не составляет, в котором была буквально компания за что оплатила, также в договоре нет никаких реквизий, не понял, это куда, это куда вас, Армен, затянули, также в договоре нет никаких реквизий, официальная оплата, прописывает договор, как перевод денег на конкретный счет, договорах называется, это в какой компании, Армен, такого в Capital нету, назовите компанию, и тогда я вам скажу, с чем вы имеете дело, Givi собирался, так нет, вы могли хоть через Kiwi, хоть через Givi оплатить этот самый счет, кто вам предлагал и во что? Это предложение только для Савей, или может сайт Skyway Capital, такого быть не может, такого нет Skyway Capital, там вы сразу регистрируетесь, если вы просто Skyway Capital регистрируетесь, вы регистрируетесь под компанию, там есть возможность ознакомиться с договором, вот, сначала, если вы там зарегистрировались, прежде чем вы оплачиваете, вы совсем можете ознакомиться, значит, вы что-то не так делали, значит, кто-то, да, Зинаида, я более простодушно посмотрел на это, есть такая вероятность, дорогие друзья, кстати, жуликов очень много сейчас, которые чувствуют, что система работает, начинают приклеиваться, и здесь надо быть очень внимательным, нельзя, нельзя, поэтому мой совет вам, Армен, именно найдите человека, который уже этот самый сковей, и не ведитесь на какие-то такие, как бы, баснословные результаты, которые вы можете получить. Да, Санисал, Аплайн это для любой компании, для, значит, именно для Capital, Аплайн для Capital, и для тех, кто, ну, как бы, многоуровневым маркетингом занимается, в конкретном данном случае. Так, есть ли еще, друзья, вопросы? Если нету, тогда я передаю слово своему двойнику Алексею. Прошу вас. Дорогие друзья, сегодня я немножко прокреативил и превратился в Деда Мороза, в эстонского Деда Мороза. Ну что, хочется всех поздравить с наступающим Рождеством, Рождества будут идти один за другим, мы стоим в предверии нашего Рождества, позади, почти что уже позади, год, успешный год, мы все поработали, мы все с вами выполнили насколько кто как мог свою миссию, свою задачу, год уходит и с ним вместе приходят те результаты, которые мы заслужили, которые мы наработали. Действительно, год был очень удачный, много сделано, впереди еще больше надо сделать. И хочется в связи с этим всем пожелать много энергии, как обычно, это много желаний, чтобы они исполнялись бы, чтобы люди, которых вас окружают, были бы с вами как бы по пути им шлось. И тогда Skyway будет развиваться, будет идти дальше, мы вместе с ним и настанет тот момент, когда каждый из нас уже сможет использовать эту транспортную систему, быть с ней. Поэтому берегите время, это невосполняемый ресурс, берегите здоровье, это тоже невосполняемый ресурс. Берегите свои эмоции, эмоции людей, с которыми общаетесь. Это тоже ресурс, который проходящий. И в принципе возлюбите самое себя, ака ближнего. Возлюбите ближнего, ака самое себя. И в конце концов хочется пожелать строй сковей, спасай планету. С Новым Годом! Итак, с Новым Годом, дорогие друзья! До скорых встреч в следующем году! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok